14 клубов и 14 уникальных спецрепортажей о предсезонных сборах клубов континентальной хоккейной лиги. Мы объехали Россию, Финляндию, Чехию, Италию и Словению, чтобы раскрыть секреты подготовки хоккеистов к чемпионату, рассказать об изменениях в составах и поговорить с главными тренерами и игроками. Только эксклюзив в программе КХЛ Лето Лайф. Наше путешествие по предсезонным сборам продолжается. На очереди хоккейный клуб Сочи, который расположился в тихом и уютном черском городке Хомутов. Подопечные Сергея Зубова уже успели положительно отличиться на турнире Сочи Хокке Опен. Они заняли первое место и сразу же отправились продолжать свою подготовку уже в Чехию. О стратегии, составе и, конечно же, желании побеждать прямо сейчас в программе КХЛ Лето Лайф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошее место, здесь два ледовых, раздевалки. То есть все на уровне, в принципе. Неплохой город, небольшой гостиниц, все на уровне. Ну, тут все сделано для того, чтобы ты занимался, прогрессировал и в мастерстве, и в физике. На самом деле сейчас такой этап, что нужно было просто сменить обстановку, абстрагироваться от каких-то домашних проблем и заняться непосредственно самоподготовкой. И здесь все замечательно, условия классные, лед, зал, все замечательно. Как проходит предсезонка? Отлично. Все. Спасибо за интервью. Расскажите, как здесь проходите, Лёхи, в общем. Наша предсезонка состоит из, наверное, трех частей. Первую мы провели в Сочи, потом играли на турнире Сочи Open. Сейчас заканчивается, скажем, вторая часть. Здесь подготовки в Чехии. Нам предстоит еще одна игра, и потом мы выдвигаемся уже в Санкт-Петербург на пустой. С чего начиналось, это сборы были в Сочи. Думаю, самый тяжелый цикл был, где мы тренировались два раза в день. С утра и бегали, и зал, и вечер был, и лед, и зал. Ну, такие тяжелые были где-то дней 16. Потом прошел турнир в Сочи. Нагрузки немножко сбавили. И вот сейчас 10 дней мы в Чехии. В принципе, сборы уже подходят к концу. Уже нет таких нагрузок, как было до этого. Думаю, уже все втянулись. Осталось только провести турнир в Питере, и дома, и там уже чемпионы. Ну, как всегда. Кажется, что все долго, а пролетает как один день, и уже сезон. Настроение, в принципе, отличное. Конечно, первая часть сборов далась тяжело. Были очень хорошие силовые нагрузки, много бегали. Сейчас приступили к вторым сборам в Чехии. Тут, конечно, уже нагрузки стали меньше, но очень много отрабатываем тактика технических моментов в команде, всякие разные построения. Мы придерживаемся определенного плана. Здесь сочетание и тяжелой работы. То есть мы пытаемся в какие-то моменты нагрузить ребят и немножко, где-то немножко ослабить нагрузки, сочетаясь с играми, то есть в совокупности. План практически такой же, как в прошлой сезоне. Обычно у нас ранний подъем и затем ледовая тренировка. Также лед есть вечером. Да, занятий много, но, думаю, у нас комфортное расписание. Вчера, вот, к примеру, был выходной, и мы поехали в Прагу. Было классно посмотреть достопримечательности. Хорошая пауза в тренировочном процессе. В общем и целом мы чувствуем себя в хорошей форме. Ну, здесь у нас осталось два дня. Один тренировочный день и игра. Поэтому тут уже, как таковых, нагрузок уже нет. В зале работы минимальная, в основном, разминка осталась. Ну, какие-то там точечные занятия. Нас собрали, как обычно, и у нас было медобследование. После этого двухнедельный сбор с залом, чередование зала и льда в юности непосредственно в Сочи. И после этого мы сыграли домашний турнир, который выиграли первый раз в истории клуба. Замечательная, хорошая команда, все мастеровитые ребята. И приятно играть, и более приятно побеждать. Дома. Ну, безусловно, приятно выиграть домашний турнир. Но, тем не менее, соперники были очень серьезные. И было нелегко, это однозначно. И команда все равно находилась под нагрузкой. Но выполнили тренерскую установку, самое главное. Удалось забить больше. Ну, конечно, здорово всегда выигрывать, чем проигрывать даже. Понятно, можно сказать, что все под нагрузками. И мы под нагрузками были, и другие команды, может быть, не так двигались. Кому-то там более тяжело было. Ну, играли, как всегда, на победу. И, я думаю, никто не хотел проигрывать, ни другие команды. Ну, так что посмотрим, как дальше будет. Результат радует. Конечно, довольны результатом. Но в плане игры, в плане содержания еще много, много есть работы, много шероховатости. Ребята где-то отходят от, наверное, той системы, того плана, что мы хотим видеть. И в этом, наверное, и предстоит сейчас задача последующей игры, где у нас есть время. Есть время. И поработать над большинством, и меньшинство, то есть спешл-тимс, спецбригады, это, наверное, на эти вот, на Пучково, это будет привилегатива. Одно дело рассказать про работу на словах, а другое показать. Тренер ХК Сочи Павел Хиник любезно согласился быть нашими ушами на тренировке на льду. И мы скажем прямо, это было познавательно. Надеемся, что самых тайных секретов тактики мы не выдали. Два нападающих, один защитник, тренеры, шайбочки, защитник, сыгран начинает спиной, два-три шаги, подбирает шайбу, первый нападающий, чуть-чуть вниз, открывается, тормоз. В зоне атаки мы стараемся, как бы, играть, наверное, более русским стилем, у нас креативное, считаю, нападение. Не знаю, сложно сказать, мне кажется, это какое-то сочетание стилей России и североамериканского. Я симпатизирую русскому стилю хоккея. Все отлично работают с клюшкой, видно, что мастеровые ребята. В пас играют хорошо. Мне нравится тот стиль, которому мы придерживаемся. И я надеюсь, он и меня сделает лучше. Тренер, тренер, отдай шайбочки. Начинаешь, начинаешь спиной, лицом подбираешь. Неудобно, руки, первый контакт, отдай шайбу. Современный стиль подстраиваться под любые ситуации в игре, где надо подключиться, где надо, наоборот, всем спуститься в оборону. То есть мы так играем, я скажу, все в атаке, все в обороне. В углу шайбочки, первый подбирает шайбу, используя защитника, движение. И один игрок на пяток на маске, второй на добивание, на подставление. Бросок на свисток. Два раза с одного угла, два раза с второго угла. По тенденции прошлых лет, все-таки у нас не все в порядке было в обороне. Сейчас же я наблюдаю картину, что ребята понимают, что хочет от них тренерский штаб. И все-таки мы будем играть с оглядкой на свои ворота. И это радует. Первый напарающий, открывайся чуть-чуть вниз, в тормоз. Сейчас больше мы работаем над командной игрой, над построением обороны, выхода из зоны. Большинство, меньшинство. То есть более такое уколо нужно. Каждый защитник, бороза в защите и следующий. Здесь более упор идет на тактические взаимодействия, выхода из зоны, как обороняться. Большинство. Какие-то сочетания, может даже при игре неравных, с кем больше получается. Пога, играй первого игрока, играй активно. Сделай три шаги, играй его, он отдает передачу, а уже играет два-один. Первые три шаги. Товарищеский матч хоккейного клуба Сочи и пражской Спарты не назовешь дружеской встречи. Буквально с первых минут чехи начали играть жестко, уколоть клюшками защищенные места. Это их любимый прием. Вот себе предсезонный поединок, хороший опыт перед будущим чемпионатом. За время сборов мы успели побывать на многих таких играх, но это однозначно занимает первую строчку рейтинга по зрелищности. Поединок со Спартой вышел боевым. Как мы уже сказали ранее, чехи умеют разозлить соперника, но подопечные Зубова не теряли голову и не давали волю эмоции. Нападающий Сочи и по совместительству начинающий блогер Андрей Алтобармакян выступил комментатором поединка. Андрей бегло рассказал о всех нюансах на русском языке. Никита Тайчинский, хорошая передача, но не прошла. И что, у нас будет удаление или нет? Конечно, выброс сезонной шайбы. На две минуты чешский игрок отправляется. Большинство в Косочи надо реализовывать. Счет еще в шатке 3-0. Вот. И также на чешском. Импровизация вышла достаточно правдоподобной. Да, и доброе-доброе сбрасывание. Шайбочка пошла. Ой, ой, опасный момент. И бросал колесо. Поворот танцации. Спарта целя. Все. Он закончится этот беспредел. С победой и позитивным настроем сочинцы отправились на долгожданный выходной. Недалеко от Холмутова Карловой Вары, где много что есть посмотреть и много где прогуляться. Мы не упустили возможности и поехали на известный всем чешский курорт вместе с Кириллом Воробьевым и Степаном Старковым. И первое, что сделали хоккеисты Сочи, попробовали на вкус термальную минеральную воду. Ладно, Степан, давай пойдем заценим водички. Минеральный. Который, я так понимаю, 64 градуса. Да, вкусно ее тяжело назвать. Полезно. Зато полезно, да. Очень вкусно. Понимаешь? Но она другая. Она не написана. Три из нее какая-то. Еще бы знали, что это значит. А ты посадишь в переводе какой-нибудь там водород? У меня ржавчина попала. Представляешь, что этот оттенок, который внутри, это у тебя в желудке останется после этой воды? Предполагаю, что это все-таки правда полезно, но за счет понравилось сложно сказать. Можно приступать к тренировкам. В межсезонье ряды хоккейного клуба Сочи пополнили три легионера. Защитники Симон Бертельсон и Морган Элис, а также нападающий Мальтой Стремболь. Последние два еще не были заиграны ни в одной команде КХЛ, поэтому мы с ними познакомились поближе. Я из Канады. Родился на острове Принца Эдварда. Ростом до 15 лет. Это крохотная коммуна. Все очень близко. Потом переехал. Последний сезон я играл в Германии, в Кёльнер-Хайе. Мне там очень нравилось, но надо было двигаться в карьере дальше. Я родился на севере Швеции, в городе Лулео. После работы в разных клубах переехал в Финляндию. Последний год играл в Пеликанс. У меня был достаточно успешный сезон. Сейчас я здесь в Сочи, и это для меня что-то новое. Каждая моя команда приносила хороший опыт, и я уверен, в Сочи будет так же. Прекрасно себя чувствую в новой команде. Все игроки помогают друг другу. Есть взаимопонимание на площадке во всех моментах. Я очень рад, что здесь оказался. Команда меня очень гостеприимно встретила. Плюс есть еще четыре легионера в клубе. Поэтому мне вообще легко. Хорошие, веселые ребята с легионерами. У нас вообще всегда хорошие отношения. Они быстро очень осваиваются, вливаются в коллектив, и с ними приятно работать. Для любой команды первоначальная цель, разумеется, плей-офф. И уже сейчас нам нужно это понимать и двигаться к этой цели. Конечно, многое зависит от того, на каком месте ты закончишь, и как в целом себя покажешь. Но главное — попасть в борьбу за кубок. Надо быть уверенными в себе, и тогда все получится. Это очень важный момент. На этом пути могут быть взлеты, могут быть падения, но надо из всего извлекать позитив. Настолько, насколько это возможно. Мне кажется, главная задача любой команды — это делать шаг вперед в любом сезоне, независимо, как ты провел. Я надеюсь, что обязательно попадание в плей-офф, а там как можно дальше пройти. И, конечно, любой игрок хочет побороться за кубок. Это самое главное. Цель, как всегда, попасть в плей-офф и как можно дальше пройти. Хотелось бы, чтобы уже побыстрее все началось, и уже все ребята, все ждут уже с нетерпением. Осталось совсем чуть-чуть.